Ну а в Омске водители прямо на улицах отбирали автомобили. В ходе совместного рейда полицейских и судебных приставов у должников было арестовано по крайней мере три автомобиля. Взысканы штрафы на сумму почти 33 тысячи рублей. Ну это, конечно, капля в море долгов, которые копит сибиряки. Александр Руяткин знает, жители какого региона должны больше всего. В Омской области с начала года за границу не выпустили 6353 должника. Всего их около 50 тысяч. Полсотни уже выплатили 46 миллионов рублей долгов. Многие ради того, чтобы не пропустить долгожданный отдых, готовы рассчитаться сразу. Суммы погашенных долгов впечатляют. Только за последнюю неделю Омичи выплатили более 15 миллионов рублей. Это только 4 человека. Непогашенные обязательства оцениваются в сумме полутора миллиардов рублей. Омичи задолжали около 5 миллиардов рублей. Сейчас доступ за границу закрыт для 12 тысяч человек. Самая многочисленная категория невыездников – это алименщики. Их 5 тысяч человек, и они должны 1 миллиард 200 миллионов. Впрочем, непогашенная задолженность еще не означает автоматического запрета на выезд. Опасаться стоит только тем, кто задолжал более 10 тысяч рублей. Соответствующие поправки – федеральный закон об исполнительном производстве, подписанный президентом Путиным еще в августе 2013 года. Ради деловой поездки в Казахстан новосибирец отдал приставам почти полтора миллиона рублей. Из-за долга мужчине был ограничен выезд из России. Предприниматель занимался перегоном автомобилей. При этом таможенные пошлины и налоги водитель платить не хотел. Вот и образовался долг в 1 миллион 400 тысяч рублей. В целом в Новосибирской области более 26 тысяч человек ограничены в выезде из страны. Общая сумма задолженности – почти 8 миллиардов рублей. В ноябре прошлого года кемеровчанин установил своеобразный рекорд. За два дня до вылета на Мальдивы предприниматель узнал, что должен свыше 10 миллионов рублей по исполнительному производству. Деньги занимал у партнера, не вернул вовремя. И вместе с Пеней оказался должен 13,5 миллионов рублей. В тот же день в районный отдел судебных приставов приехал представитель бизнесмена, который привез всю сумму наличными. Деньги перечислили кредитору, и кузбассовец смог отправиться в отпуск за границу. Кемеровскую область можно назвать рекордсменом и по объему накопленных долгов – 24 миллиарда рублей. Подавляющее большинство – это долги по банковским кредитам и микрозаймам. Кстати, на интернет-форумах есть немало советов должникам, как выехать за рубеж через страны таможенного союза. Скоро эта лазейка будет закрыта на существующий пробел. В законодательстве уже обратил внимание Минюст. Готовятся международные соглашения на этот счет. Продолжение следует...